девчонки всем привет сегодня будет очень интересное видео сегодня мы с вами немножко порисуем я покажу вам опять таки же как я снимаю покрытие делаю себе маникюрчик и будем рисовать очень интересный дизайн итак поехали снимаю я как всегда покрытие керамической фрезой на 30 тысячах оборотах движение у меня плавные и аккуратные то есть вы должны понимать что видео я конечно же ускоряю этот момент дабы вам не было скучно но на самом деле движение у меня без нажима все происходит чтобы не испортить свой ноготок и делаю это очень плавно и нежно и так аккуратно удаляем цветное покрытие топ и часть базы на ноготочке у меня остается базы слой совсем небольшой но в то же время и всегда оставляю чтобы фрезой не травмировать ноготь вот я сняла покрытие со своих ногтей кстати гель-лаки топ и базы монами меня очень порадовали относилась все прекрасно 3 недельки просто захотелось сменить маникюрчик беру я фрезу свою любимую это тупое пламя и начинаю по своей обычной схеме обрабатывать кутикулу хочу повториться чтобы не было в этой технике пропилов обязательно первое у вас должен быть упорный палец у меня это всегда безымянно видеть я держу фрезу и и в то же время видите вы не так работаете чтобы кончиком фрезы вычищать все вы работаете так чтобы ручка аппарата обязательно смотрела вам в грудь либо в левое плечо вот я приподняла кутикулу вычистила птериги и так далее сделала срез вот такой чистенький маникюрчик у нас получился и в конце обязательно после среза я шлифую кутикулу немного этой же самой фрезой подробнее о способе шлифовки вы можете посмотреть в предыдущих моих видео буду сегодня тестировать вот такую базу от fox она обычная не каучуковая очень уж мне полюбились жидкие базы поэтому на пробу заказала себе ее сейчас будем тестировать и потом посмотрим как же она относилась но я знаю что отзывы они очень хорошие поэтому я надеюсь что я останусь довольна на нашу базу тоненьким слоем на ноготочек и распределяю каплю так как база жидкая но не текучая то есть она хорошо распределяется быстро выравнивается но в то же время она не затекает в кутикулу вообще вот я выравнивала все свои ноготочки они у меня блестящие ровные будем использовать сегодня цвет черный под номером 002 цвет белый под номером 001 цвет термо под номером 004 настало его время решила заказать термо лак это первый в моей коллекции осень и вот такой красивый цвет под номером 911 от маши create кстати заказывал я на сайте гель-лаки им косметикс у них с 27 сентября по 3 октября действует акция 3 плюс 1 на гель-лаки fox участвуют все гель-лаки топы и базы это отличная возможность попробовать выгодно данную марку наношу на безымянный ноготочек лак 911 и термо лак буду наносить на мизинчик средний и указательный палец первый слой я делаю так скажем для цвета я его наношу с отступом от кутикулы и боковых валиков так как мне не очень удобно на себе красить вы должны понимать что когда делаешь маникюр и покрытие на клиенте вы можете помогать себе рукой то есть оттягивать проксимальные валики боковые валики и когда вы делаете на себе я думаю многие мастера которые делают себе покрытие меня поймут что не очень то это удобно следующее покрытие то есть второй слой я всегда делаю по одному ноготочку я отодвигаю кутикулу пушером прокрашиваю тоненькой кисточкой и прокрашиваю основную часть ногтя кстати мне всегда было интересно если меня смотрят мастера расскажите мне делаете ли вы покрытие себе сами или же вы вам делает его кто-то другой знаю еще что очень многие работают на бартерной основе например с лэшмейкерами и так отодвигаю кутикулу пушером прокрашиваю сначала центральную часть потом очень медленно я веду кисть по боковым валиком чтобы у меня было здесь все ровненько чётенько прокрашиваю прокрашиваю торец после того как прокрасили центральную часть от синуса к синусу я провожу сухой кисточкой и вот в этом случае мне практически не понадобится прокрашивать тоненькой кистью то есть все можно сделать в принципе кистью из флакона особенно если вы это делаете на клиенте если у вас есть возможность оттянуть оттянуть проксимальный валик берем каплю подталкиваем ее к кутикуле и распределяем вот такой темно-бордовый цвет красивый и вот так он выглядит после теплой лампы нам осталось только покрыть наши ноготочки топом взяла топ без липкого слоя тоже небольшой пузыречек на пробу хочу очень посмотреть какой глянец у фокса вообще очень люблю тестировать новые материалы и в то же время я хочу сказать что прежде чем купить я все равно всегда читаю отзывы или также смотрю обзоры других мастеров мне очень интересный я никогда не зацикливаюсь на какой-то одной торговой марки покрываем наши ногти топом и просушиваем их в лампе 60 секунд вот такие ноготочки получились и остался у нас большой пальчик сегодня будем делать дизайн именно на большом пальце почему-то мне показалось уместно в этом дизайне сделать именно так будет я думаю смотреться очень интересно покрываем белым гель-лаком от фокс под номером 001 он ложится очень хорошо в принципе можно положить его в один слой но вы знаете я всегда люблю делать гель-лак в два слоя вот с белым гель-лаком кстати я работаю сразу же практически под кутикулу и потому что у него бывают такие нехорошие ступеньки поэтому его нужно обязательно разравнивать переходим к рисунку рисунок будет сегодня очень интересный будем рисовать черно-белый графический париж ноготь я свой делю на две части равные мы рисуем линию горизонта кстати рисуем мы черным гель-лаком разбавленным стопом под номером 002 и так и потом делаем границы нашей дорожки дорожку у нас расходится ближе к горизонту она узенькая а потом становится шире вдалеке рисуем эйфелеву башню все это должно выглядеть очень очень схематично по бокам рисуем домики окошечки дверки в общем все на все только ваша фантазия я рисуночек брала из инстаграма мне он очень понравился и мне захотелось его повторить на своих ноготках и посерединке самый главный у нас будет вот такой красивый зонтик его мы впоследствии сделаем красным просушиваем в лампе наш набросок это именно набросок знаете как художник рисует легким нажимом карандашом вот мы также черный разбавили стопом и нарисовали так скажем только очертание того что у нас будет в эту же каплю совсем совсем полупрозрачную я подмешиваю еще черного и уже начинаю прорабатывать потихонечку детали начнем например с нижней части с дорожки прорабатываем каждую плиточку до конца не доводим чтобы рисунок у вас все-таки должен получиться таким полусхематичным он не должен получиться графическим и не должен получиться очень тяжелым потом беру кисть смачиваю в топе и немного размываю создают то есть такие небольшие светотени потом беру этот же цвет и рисую наподобие тротуарной такой плиточки маленькие стежочки но обязательно их вот таким образом размывают топом чтобы было понятно то ли это камешки то ли это лужи в общем должно получиться очень интересно этим же черным тоже размешанным стопом но уже более ярким чем мы рисовали наброски мы начинаем прорисовывать контуры домиков домиков окошки вот справа из части я решила сделать дверку небольшую такую тоже ее затемняя с одной стороны и окошечко все мы рисуем под одним тем же углом под одним тем же наклоном здесь такие большие кустики какие-то свисающие чтобы дабы заполнить вот это пустое пространство чтобы картина получилась более закончена на самом деле я очень редко работаю в графике я люблю работать цветами цветов у меня много в моей коллекции и работа в графике показалась мне очень интересной всего лишь двумя цветами мы добиваемся эффекта такой черно-белой картины но в то же время когда мы добавим потом бордовый и красный получится некая изюминка и так прорисовываем с правой стороны тоже окошечки тут я нарисовал небольшой фонарик висящий и расставляем немного теней чтобы белого у нас должно получиться практически минимальное так сказать количество просушиваем это в лампе и осталось нам эйфелеву башню немного обвести и наш зонтик работаем все тем же черным смешанным стопом но уже чуть-чуть поярче чем мы делали набросок эйфелева башня тоже схематичная раньше думала что ее очень тяжело рисовать но на самом деле нет чтобы она не получилась такая плоская и пустая в центральной арочке мы расставляем тень с любой стороны практически с той с которой вам захочется и теперь обводим наш зонтик зонтик у нас не плоский он объемный его как будто бы удуло ветром поэтому у него будет не только центральная часть но еще и видно вот эти прутики внутри и ни в коем случае не рисуйте вот эту пику которая находится сверху потому что это неправильно он ведь у нас лежит и мы видим как бы его из-под низа отправляем в лампу теперь нашим термогель лаком но или если у вас его нет то можно просто красным или бордовым в общем основным цветом маникюра мы закрашиваем наш зонтик я его немножко разбавила стопом чтобы он не был таким ярким потому что опять таки же повторюсь рисунок у нас такой очень очень легкий и очень воздушный он особо не привлекает к себе внимание но честно скажу мой маникюр многие оценили низ зонтика мы прорабатываем более светлым бордовым я просто работаю черным бордовым и топом и в некоторых местах я просто добавляю прямо совсем совсем легкую дымку этого бордового цвета для того чтобы просто оттенит немного рисунок добавляю какие-то небольшие розоватые кустики и потом уже не размешанным бордовым я добавляю еще немножко акцента на углы дома там где мы затемняли опять таки же размываю все это топом просушиваем в лампе и последнее что нам осталось сделать это то как раз о чем я говорила мы берем чисто черный гель лак очень очень тоненько начинаем прорабатывать линии когда меня спрашивают некоторые люди как нарисовать очень тонкую линию на самом деле все очень просто нужно хорошенько пропитать кисточку это первое а второе всегда следить всегда чтобы у вас никогда не было капли на кисти если у вас будет капля она все равно обязательно стечет на кончик кисточки и сделает вам липок поэтому следите за этим и прорабатываю я видите как я не везде прорабатываю только там где у меня тени и где мне хочется немножко оттенить мой рисуночек я довольна рисунком покрывая его топом вот такой нежный аккуратный маникюр получился в то же время он очень осенний на холоде он бордовый а в тепле он ярко-красный получилось очень интересно и необычно ссылочки на все материалы которые я использовала своем видео я оставлю под видео пишите ваши комментарии задавайте вопросики подписывайтесь на мой инстаграм и вконтакте с вами была таня best nail всем пока